Суровая дисциплина. Бесспорно, чтобы добиться успеха, недостаточно просто приложить огромные усилия. Может быть, вы сумеете что-то сделать, и, возможно, даже что-то нужное. Впрочем, с успехом не всё так просто. Для него нужно кое-что ещё. Нужна дисциплина. Дело в том, что нельзя стать успешным за одну ночь. Нельзя. Перестаньте думать, что успех — это бег на короткую дистанцию. Но это не так. Продвижение к успеху требует времени. А ещё — дисциплины. Вы не должны спускать глаз с цели, пока её не достигнете. Неудивительно, что этой теме посвящено несметное количество книг, статей и семинаров личностного роста. Ведь успеха действительно трудно достичь. И всё же, несмотря на все тренинги и знания о том, как стать успешным, мы, судя по всему, уделяем недостаточно внимания самому надёжному способу достичь выдающегося успеха — дисциплинированным действием. Я был вторым из пяти детей в семье. Меня воспитывали родители, которые осознавали важность дисциплины в занятиях и неустанно требовали этого от нас. С пяти лет каждый ребёнок в нашей семье должен был упражняться в игре на фортепиано не менее часа в день. Когда мы подросли, время занятий увеличилось до двух часов, а наказание за отлынивание стало строже. Но это правило касалось не только фортепиано. Мы должны были репетировать по часу на каждом инструменте, на котором играли. При этом каждый из нас играл на нескольких. Я играл на эуфониуме — небольшой трубе с выразительным звучанием. И тромбоне. Почему на эуфониуме? Потому что о нём редко кто даже слышал. Я занимался в подвале по несколько часов в день, пока не приходилось останавливаться на пару минут из-за того, что не мили губы. И мои усилия окупились. Я стал успешным участником национального музыкального конкурса для дошкольников. У меня не было врождённого таланта. К успеху привела суровая дисциплина. Но этого было недостаточно. Я помню желание достичь большего. Жажду невероятного успеха, бурлящую внутри. Как раз в то время, когда я получил награду за игру на духовых, мой старший брат блестяще выступил на фортепианной сцене. К тому же примерно тогда я решил завязать с фортепиана. И родители не возражали. Внезапно я вернул себе по часу жизни каждый день. Но произошло нечто странное. Я ловил себя на том, что время от времени сажусь за инструмент. Я играл только ради удовольствия, слушаясь, как молоточки ударяют по струнам. И ощущая давление на подушечке пальцев, перебирающих клавиши. И в один прекрасный день меня осенило. Я захотел вернуться к занятиям. Я хотел творить искусство за фортепиано. Поэтому я обновился маме, что подумываю возобновить уроки игры и принять участие в государственном конкурсе классической музыки в следующем году. На что она ответила, ну хорошо, но ведь у тебя прекрасные способности к духовым инструментам. Оставь фортепиано брату. Она не произнесла этих слов прямо, но я услышал, ты не потянешь. В этот момент мне больше всего на свете захотелось доказать, что она ошибается. И это стало моей миссией. С этого начались сотни часов моих целенаправленных занятий. Я планировал превосходно сыграть опус-3. Прелюдию номер два Рахманинова. Я занимался часы напролет после школы на выходных по вечерам. Десять пальцев играли до диез минор, и ни один не оставался без дела. Как только я выучил ноты, я научился их чувствовать. То, как пальцы задерживаются на краю клавиш на полсекунды, а музыка отражается от резонансной деки. Мгновенный мягкий переход из одной тональности в другую. Едва заметная пауза перед самыми динамичными фрагментами, которые заставляют слушателя затаить дыхание. Через несколько месяцев моя фамилия прозвучала в приглашении на конкурсную сцену. И я повторил то, что делал сотни раз до этого. Я прочувствовал музыку, ее тональность, форму, звуки. Она глубоко тронула меня. И судей тоже. Окончив выступление, я встал и заметил, что у троих из судей на глазах выступили слезы. Спустя несколько часов я узнал, что победил. Этот опыт позволил мне выучить один очень важный урок о дисциплине и планомерном достижении выдающегося успеха. Я усвоил, что придерживаясь дисциплины и прилагая достаточно усилий, могу сделать что угодно. Дисциплина и усилия бесконечно вознаграждаются. Вам нужно просто начать и настойчиво продолжать. Необходимо мужество, чтобы готовиться и тренироваться, следуя за своей мечтой, когда есть вероятность, что вы ее не осуществите, верно? Особенно, если окружающие не верят в ваш успех. Будем откровенны, это тяжкий труд, который увенчается наградой не сразу. С этим большинству из нас очень трудно смириться. Никто не надеется сыграть симфонию номер 41 до мажор Моцарта на фортепиано, взяв в первый раз ноты в руки. Мы понимаем, что для исполнения произведений на концертном уровне необходимо тысячи часов дисциплинированно упражняться. Так зачем же мы расстраиваемся, если нам не удается воплотить самые смелые мечты одним шестинедельным рывком? Разочаровываемся, если после всего нескольких попыток не получаем результата. Выдающиеся достижения редко реализуются сразу, с первой попытки. На самом деле это редко происходит даже после первых сотен попыток. Вот поэтому вам нужна дисциплина. Вы должны дать себе шанс сделать нечто выдающееся. Редактор субтитров А.Семкин